Вроде ночью. А это вот та взлетная полоса. Особо ничего не снимем в центр, потому что все закрыто. Проголодались в Гибралтаре. Какой смешной бегущий человек. Ну вот опять дерево у нас по пути. Как город называется? Хочу снять лавочку. Посмотрим, покажем, расскажем. Слушай, вообще ничего не видно. Как вроде ночью едешь. Мы выйдем аж на другой стороне. Ох, какой длинный. Тоже длинный. Как вроде ночью едешь по дороге. Не света, тебе ничего нет. Аж страшно. А ты едешь под гору. Ох, какой он длиннющий. А, нет, уже видно. Слава Богу. Что, что, переживать начало? Не часто ездишь в таких тоннелях? Ну да, что места мало. Конечно, им надо как-то дороги прорывать для людей, для автомобилей. Как-то пересекать на другую сторону. А, бояться что, впали? Да, я думаю, нет. Там же, наверное, высчитаны километры или я не знаю. А, вот открывается. Теперь вы выехали с другой стороны. Такая слышкая. Открывается другой вид совсем. Там, наверное, фунт опечатывает. А сверху тоже, наверное, дорога вот там, да? И она, знаешь, все-таки, в той стороне. Выйти можно. А вот что-то сверху, дырка какая-то, вон, 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 вон. Цікаво. Дуже цікаво. Ага. Кто поедет сюда, в Испанию, где-то ближе будет Малаги или... Или Малаги. Малаги. О. У кого есть виза европейская, конечно, приезжайте, посмотрите. Я лично всегда хотела тут побывать. Я только на слуху услышала. О, Гебралтар. А потом смотрела, читала, что там ничего не может посмотреть. Ну, да. Особо такого, как бы, вроде горы-горы, и что тут посмотреть. Но само то, что ты тут побывал. И на высоте. И высота. Видишь, вон гора. Вон. И там вот округлое. Что тут такое? Какая-то станция. Корабли такие. Радар. А, радариста, наверное, да. Для самолётов, для кораблей. Наводит, что ты проходишь. Это же Гебралтарский пролив. Пролив, да. Гебралтарский пролив. Да, Гебралтарский пролив. Все, мы сейчас выйдем возле аэропорта. Получается, мы объехали весь Гебралтар. За 20 минут. Надо еще в центр все-таки нам заехать. Полюбе. Машины продаются. Гонда, Киев. Может, сегодня выходной? А ну, почитать. 21 година. Здесь, наверное, задать номер машины нужно. Окей, надо нажать. Окей. Ага, окей. Пожалуйста, входите в регистрацию. Номер машины. Номер. Внизу центр. Сейчас пойдем внизу погуляем по центру. Ну, наверное... У меня такое ощущение, что там магазины закрыты будут. Я говорю, что у меня ощущение, что там будут магазины закрыты, наверное. Внизу, видишь, центр уже. Мы не туда смотрим. Нам надо сюда смотреть. Мы смотрим туда. Туда. Понюхать. А, пахнет. Центр нам не видать, как своих ушей. Закрылись магазин. Людей нету. Ну, хоть так снимем. Так выглядит центр, где тут шопятся туристы и местные. В основном туристы, наверное. Так выглядит центр. Это что у нас? Тоннифилдер. А, для детей. Да. Для детей. Кстати, можно тут покушать. Вот там кто-то наворачивает. Кебаб купили. Все закрыто. Есть хотим. Купили мы подарков. Вот столько подарков. Я бежу. Все, беги. Все, мы побывали немножко в центре. И теперь идем в машине и едем дальше. В следующий город. Покушали, тут купили подарков. И едем теперь дальше. Мы думали, что это балкончики такие маленькие. Я говорю, ой, какие маленькие балкончики. А это кондиционеры. Там, короче, кондиционеры. И я сделана. Вот каждый кондиционер в таком балкончике маленьком. Видите, наверное, он будет жарко. Прикольно. Какой маленький с вишенками. Такой хорошенький. Какой маленький с вишенками. Смотри. Это мандарины растут. Мандарины, да. Мандарины. Вот такой центр. Так выглядит центр. Наливочку? Да. Кстати, лавочка 1996 года. Да. О, да. Не хочешь? Здесь суши вот есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот это почтовый ящик. Хорошо, вот сюда приходишь, бросаешь почту и все. Прикольные почтовые ящики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот хочу обратиться внимание на вот эти вот заборчики, во всем Гибралтар вот такие железные заборчики стоят, везде они стоят, не деревянные, не какие-то сетка какая-то, а именно вот такие железные заборы, вот и здесь вот они тоже, именно такие заборчики, я думаю, скорее всего, наверное, такие же, как и в Англии, но я там никогда не была, поэтому не знала, где там заборы. Мы уже возвращаемся на границу и едем в Испанию, вот эти заборы, вот они. Может быть, английский стиль, но английский стиль, да я только думаю, что там тоже, наверное, и почтовые ящики такие, и мусорки, и эти заборы, вот такие они. Есть такие места, где они прям блестят, или их моют, или не знаю, но, скорее всего, вот возле дороги они немножко грязноваты. Все, мы уже на границу подъезжаем. Границу пересекают на колобешках, ой, на этих, как на русском, на самокатах, пешком, вот видите, самокаты, да, на самокатах идут, ну, а это вот так, взлетная полоса, вот здесь вот взлетают самолеты, вот, туда садятся, или взлетают, не знаю, ну, вот там один самолетик мы видим. Все, сейчас подъезжаем к границе, нас проверять не будут, потому что обратно уже они не проверяют, нет. Проверяют, да, но сейчас посмотрим. Ну, при выезде вот такие полицейские машины. Но двухэтажных самолетов, ой, самолетов, двухэтажных автобусов я тут точно не видела. Надо пропустить пешеходов. А вверху имеется флаг Гибралтана, флаг Британии и синий. Коля, что синий? Синий мы не знаем, что это флаг. Так, так, кстати, людей вообще нет. Все, переезжаем к границу. Паспорт, да? Затем 100 метров. Паспорт, да? Все, мы проехали. Буквально заняло полминутки. Показали паспорта и едем дальше. Ну вот, мы уже в Испании. Ну, а вот так выглядит очередь на границу. Вот это все, вот это все очередь. Ого! А мы стояли в меньшей очереди. А сейчас просто жесть. Просто очень длинная. Там больше, чем... Ну да, я читала и смотрела там блогеры, которые ездили. Ого! Какую очередь. Смотрите. Дуже. Вот это все очередь на Гибралтар. Видео смотрела, где говорили ребята, что по 4 часа стояли, чтобы туда проехать. Ну вот, начинается отсюда очередь. И там километров, наверное, 100-100. Друзья, всем привет! Мы побывали в Гибралтаре. Мы абсолютно не пожалели. Это действительно интересно. Гибралтар – это капля Англии в Испании. Необычно и интересно. Ну и главная достопримечательность – это, конечно же, Гибралтарская скала. Рекомендую подняться на фуникулёре. Сначала подняться на самый верх, посмотреть на обезьян. Потом спуститься пешком вниз по пещере Святого Михаила. Затем пройтись по подвесному мосту и спуститься на фуникулёре вниз. Затем съездить к Майакумы с Европы и прогуляться по центру Гибралтара. Ну а мы движемся дальше, в следующий город Испании. Затем пройтись по подвесному мосту и спуститься на фуникулёре. Профюзенту, Испири, пожалуйста. Пожалуйста. Сколько ты заплатил? 10.50, туда и 10.50 назад, от Малаги. До Гибралтару 10.50 автобан платный. Туда и 10.50 назад, по часам. Четыре раза платишь. 2.10, 3.30, там опять 2.10 и ещё раз 4 часа. Ага, всё поняла. Туда и обратно от Малаги до Гибралтара 10.50 евро. И назад, например, с Гибралтара до Малаги. Малаги, вернее, надо сказать, Малаги. Малаги тоже 10.50. Малага и Малаги. Короче, 20. Сейчас. Если получится где-то снять. Слушай, ну мне городок уже нравится. Вот такой городок, маленький, без высоток. Ой, какой красивый. Марбелла, Марбелла, подчеркивай. Марбелла. Больше импонирует. Меньше, но более такой. Видел там белые такие красивые домики? Мост красивый. О, центр показывает. Историка, видишь, центр. Историка налево. Ой, направо всё. Маленький городок. Да, такой маленький, уютный. Такие городки люблю. Уютненькие. Историка. И всё закрыто, естественно. Всё закрыто. И сегодня и завтра. И завтра закрыто? Ты уже просмотрел? Да, да, да. Ну, сувенирные будут точно открыты. Это точно. Чуть-чуть цветочков поснимала. Короче, нам отель не понравился. Там нет еды и магазинов здесь тоже ближе нет. Пока Коля ищет другой отель. Сейчас я вам покажу цветочки, какие я сняла. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Как эта камера сверху нас видит? Камера называется 360 градусов. 360 градусов. Вот этот отель, куда мы хотели. Но нам не понравился. Это больше для отдыхающих, кто отдыхает на море. Мы хотели, чтобы фойе было, рецепция и так далее. Центр, пивасик. Центра нету и пивасик. И пивасик. Поэтому мы едем в другой. Сенатор. Да, мы нашли какой-то сенатор. Четыре звезды. Едем в сенатор. Посмотрим, что за сенатор. Если что, в сенаторе останемся. Все, приехали в другой отель. Мы убитовались в сенаторе. Ух ты. Любой этаж красный. Да, хотели в этом, но дорого очень. Шутка была. Такие здесь красивые виллы. Да, очень красивые виллы. Ой, прям вообще. Это все мое. Я такое все люблю. Такой фонтан. Такой красивый фонтан. Вау. Виллы тут дуже гарни. Тоже очень красивые. И лимоны на деревьях. И цветущие деревья. Класс. Мы идем на пляж. Попатало уже все. Цветочки попадали. Ага, вот. Это такой столб. Этого дерева. И вот так вот он цветет. Он уже продается. Еще такие шипы здесь есть. Вот. Шипы. Боже, как оно. Оно пахнет. Что это за дерево с шипами? С такими красивыми цветками. О, а тут шипы вообще. Если кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Оно все в шипах. Вот спускаемся мы к набережной от нашего отеля. Собака идти не хочет. Не хочет идти. Мусорки какие прикольные, да? Они тоже дома за брату идут. Здравствуй, море. Море, море. Слушай, променада такая. Надо погулять, да. Что туда, что сюда. И туда. Идем, посадимся. И пройдем сюда. Вечерком-то сидим где-то, да? Нет. Коль, вот это дерево, посмотри. Вот с шипами дерево какое. Видишь, какие шипы? Как бы сиснутся шипы. То ты не вылезешь, наверное, туда. Да. А как оно пахнет? Ну, понюхай, как пахнет это дерево. Шипами. Шипами пахнет? Какими шипами? Пахнет, пахнет. И оно такое, видимо, уже старое. Да. Надо найти эти цветочки. Сейчас я сфотографирую в этом. На интернете найду, что это за дерево. Хотя мне, мои зрители напишут, как называется. Такое дерево с шипами. Вот такие цветочки цветут. Я думала, что это вот это дерево, которое с шипами. Но это не оно. Это без шипов. Лимоны. Да, это без шипов. Ну, цветы, по-моему, похожи. Странно. А что же там шипы были? Или не то, что оно старое, может быть? Лучше сбирать вот эти цветы. Или то, что в Диме на Заграде. То есть, это без горихов. Вот, а это продается. Там вверху висит табличка «Продается». Коля, иди побыстрее. Ну что, приключения продолжаются. Заселились мы в отель «Сенатор» Плая. 215 номер. Карточку положили возле телефона. Она размагнитилась. Тык-тык. И ничего не открывается. Ой, Коля пошел просить другую карточку. Я стою, жду с вещами. Мы так устали целый день. Ездим туда и сюда, и туда и сюда. Сейчас Коля попросит другую карточку. И мы зайдем. И я сниму первое впечатление с отеля. Как долго мы его искали. Все, открылись наши двери. Наши двери в чудесный номер нашего отеля. Хочу первое впечатление зрителям показать. Дост-нод-опт. Дост-нод-опт. Вот такой. Ого, кровать. Боже. Коля, посмотри на эту кровать. Слушай, а ну упади на эту кровать, чтобы все видели зрители, которые какая кровать у нас. Это какой-то этот самый. Правильно, две кровати. А ну-ка, ляжь на нее. Чтобы все видели, какая она огромная. Это же какое-то футбольное поле. Дост-нод-опт. Кровать огромная просто. Слушай, ну перед этим мы в отеле спали, то, конечно, две кровати было. Но даже поменьше. Вот, а тут места нет. Вот это я понимаю манжелская постель. А то все пишут манжелская постель, манжелская постель. А приходишь, там такая маленькая кровать. Давай посмотрим, что за балконом. Слушай, я хоть свои вещи выброшу. Ой, оставлю. У меня тут такой рюкзачок. Так, что у нас там? Покажи. Есть какой-то видик? О, вид хороший. Бомба. Но не всегда же море с окна, правда, Коля? Ну, не хотела. Слушай, ну вид просто замечательный. Коля, ты учишь английский язык? Да, я ему подхожу, скажу. Sir, please, does not open. Oh, 2, 1, 5? Yes. Окей, момент. Передики, передики, передики. Please. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Супер, Пит хороший. Меня радует. Здесь даже столик есть такой со стульчкой. Слушай, ну сейчас кушать пойдем, мы здесь покушаем, да? Пошла. Ножки сюда задерем. Да, мы что? Нет, с той стороны, ты же знаешь, вот с этой стороны. А ты туда спишь? Силунич туда спишь. Ты там смотришь, ты там следишь, как я сплю ночью. Так, что у нас тут, холодильник? Я по 50? О, по 50. О, по 50. На тебе 50, это на мне не 50. Рабочий стол у нас. Так, что здесь из 1963 урока, правда? Ну, ничего, ничего. Ладно, что кофе есть, кстати. А то у нас не было кофе. О, мой го. О, что там такое? Там же лампа. О, мой го. Мой го. Ладно, там же включи-то свет. Еще хочу про просмотреть ванную. Слушай, какой светильник прикольный. О, подожди. Хоп, хоп. В ванной не ванная. В смысле ванная? Легкие. Там же писалось ванная до громады. В смысле здесь нету... Да нет, все же. Да есть ванная, что-то вишня. Ярбачок джакузи. В... В... А нет, где-то, где-то. Вода есть? Нет, воды нету. Все есть. Фен есть. Все у нас есть. Так, куда ты лезешь? Все у нас есть. Туалет, беде. Слушайте, я первый раз вижу, за некоторое время, что мы заселяемся, такой большой туалет. Прямо целый табут. Может, спать, наверное, Толик, а все... Спать я не буду, но... Номер нам нравится. Только места мало из-за этой кровати. Вот идешь, вот столько места. Нормально. Да. И вот вообще столько места. Одна кровать. Все. Еще? Ребятки, мы пошли гулять. Не, мы пойдем покушать, Кубик, да. Видел, какой смешной светильник? Что? Так. Как-то он светит. А он поворачивается? Да, я подумал, тут маяк работает. Утром. А ты, хоп, и придешь сюда. Я туда посидел. Хоп, сюда. Слушайте, какая кровать огромная. Слушай, капец. А, да. Хамончик. Вау. В зиму, конечно, сидим, Коля. Сейчас на разик. Все, никак дальше не могу пойти. Люди стоят, покупают. Вот такие здесь большие. Огромные такие. Пихуня де Паво. О, мяско такое. Вот такое у нас. Мы что-то из этого взяли покушать. А здесь рыбка. Причем это Дорада 1395. Дорада 1395. Вот какие здесь эти осьминоги. Нет, это сепия. Это не осьминоги. Ну, рыбка вечер уже, конечно, пульт пустой. Короче, мы скупились. Придем кушать. Ну что, закончился наш день. И как всегда, мы себе устраиваем романтику. Взяли пивко. Но я себе темненькое вроде бы как. Плутмары. Суши. Николай суши взял. Попробуй английский пиво. Еще мы английское пиво сегодня купили. И забываю по английски, кто? Пишу по английскому пиво. Ну что, Коля? Сегодня хоть разъяснилось трошки. Да, Ридон, конечно, тут классный. Все, всем пока. До новых встреч, новой серии. Завтра мы будем гулять по центру города. Но это, наверное, уже войдет в другую серию. Мы еще поедем на горы. А может, если с теми поедем еще туда, на то, Кавказ? За один день, не знаю, если мы... Граната. Граната. Або Граната, або те горы. Граната или горы. Ну да, до обеда, может, мы погуляем в этом городе. Да, потом еще поедем куда-то. Ну, посмотрим. Ну что, всем пока. Вот какой вид у нас с балкона утром. Ну, а мы будем любоваться красотами. Гора такая. Верхушка в дымке. Здесь виллы. Ну, или отели. И вот красивая вилла. Ну, она, кстати, на продажу. Там бассейн у них. Симпатичненькая. Интересно, сколько стоит. Ну, и там вдали тоже белые виллы красивые. Вообще. Марбелла просто супер. И когда здесь не были, вот приехали, посмотрели своими глазами. Как пишут в комментариях, фешенебельный город. Или фешенебельный туристический курортный город. Да, наша машинка вот там стоит первая. Чудак ходил, ходил прям с самого утра. Ну, буквально 15 минут назад было темно. Ну, сейчас уже все разведнелось. А мы пойдем на море погуляем. Сейчас пойдем позавтракаем и пойдем погуляем. Люстра какая. Огромная. Ох, ух ты. Немножко пошли посмотреть, как выглядит наш отель. Где мы вчера заселились, то ничего и не видели. Такой рояль. Ну, люстра просто бомба. Она такая огромная. Ну, правда, так не передать. Посмотрите, что устроено. А где твоя сигара? Только пол скрипит очень. Картины какие красивые. Они как-то наложены дерево. Вот эти кусочки дерева наложены и закрашены краской. Покататься на лифте туда-сюда. Идем завтракать. Всем доброго утра. Вот. Ох, будет. Какой смешной бегущий человек. О, у нас другие светофоры совсем прикольно. Ну что, мы приехали на Барковку, запарковали машину в центре Марбелла. И идем теперь в историку центр, ну, в исторический город. Посмотрим, где он находится, немножко погуляем. Ну и что-то вам покажем, конечно же. Ну вот опять дерево у нас. По пути. Смешное такое. Да, прикольный ствол. Очень толстый. Вот это дерево. Встретился нам... Старый город. Туда. Да, а нам встретился вот такой фонтан. Я ездила из машины, его постоянно смотрела. Мы вчера ездили тут и сегодня, утром. Я его всегда хотела снять. Вот такой фонтанчик. Прикольный. Ну что, мы направляемся в старый город. Улочек тут, конечно, немерено много. Коля. А, вот. Вот такой у нас есть схема старого города. Хочу напомнить, что мы находимся в Испании. В данный момент мы в городе Мар... Как город называется? Марбелла. Ранное утро. Сейчас же часы перевели. И сейчас у нас 9.33, да? Это по новому времени. А по старому... Зимний час. А по старому сколько? Час. Час вперед. А, час вперед, да. Вот сзади у меня такой вид идет. Людей вообще нету. Мы, короче, первые. Все закрыто. Магазины закрыты. Мы первые приехали, чтобы посмотреть и немножко снять. Какая улица красивая. Очень красивая улица. Ах, сидит там в собачонках. Улица, улица такая интересная. Они все такие тоненькие-тоненькие улички. Вот какой-то магазин здесь. И красивые вазоны сверху. А сама улица просто, просто супер. Я иду, она такая тоненькая. Какие красивые картинки. Испанский стиль. Ну, уже старенькие, отбитые немножко. Сверху вазончики. Балкончики. Цветок очень красивый. Но цветок живой. Ну, вот это одна из улиц. Площадь. Вы только обратите внимание на низ. Как он переливается этот, не знаю, пол, сказать, или как, плитка. Или что это. Он просто, такое ощущение, он здесь блестит. Такое ощущение, вроде бы его шампунью помыли. Да, Коль? И он весь такой блестящий. Мы находимся на помаранчевой площади. Так? Так. Тут везде помаранчево. Апельсинок. Не можно стоять, у меня мухи даже кусают. Человека мухи кусают. Я серьезно доказываю. Ну, потому что ты в шортах, а ты в штанах. Поэтому тебя мухи кусают. А на самом деле, погодка супер. Я натянула чуть-чуть шарфик, потому что голая спина и очень влажность. А так, мы гуляем, отдыхаем. Хочу напомнить, что мы находимся в Испании. Город Марбелла. А здесь голубенькие уже вазончики с цветами. Называется Кармен. Это улица, наверное, такая. Вот улица какая. Просто бомба. Ребята, кто смотрит сейчас это видео, реально, кто приедет, постарайтесь утром прийти. Я заходить туда не буду, потому что я не знаю, если можно, ну, наверное, нельзя камеры снимать. Буду относиться с уважением. Вот такая площадь красивая. Боже, какое прям вот, прям в душе такое ощущение. Прям, я не знаю, прям, мне слов не передать. Какое-то ощущение спокойства, радости, благополучия, что я смогла сюда попасть. Я всем-всем желаю, чтобы тоже мои телезрители, которые смотрят этот ролик, тоже сюда приехали, побывали здесь. Желаю всем добра и мирного неба. Идем дальше. Коля вычитал, кто такой Сан-Барнам. Это городской совет Марбелли. Вот это городской совет Марбелли. А перед нами стоит вот этот святой Варнава. Так. Это покровитель Марбелли, постоянный мэр города. И сейчас? Ты видишь? А, ну да. Постоянный мэр города, да. Памятник был сделан в 2017 году, да? 11 июля 2017 года. Недавно. Недавно. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Магазин разных сладостей Ой, сколько их тут Пойдем к фонтану Ну где такую красоту еще можно увидеть? Вот так можно снимать бесконечно Открыточки прикольные Прямо такие платьицы, сделанные из ткани Вот такие красивые, голубенькие Вот такой красивый город Вот что мы сейчас будем делать Мэрбелла А мы сейчас пойдем смотреть Вот сюда Ступеньки такие в парке С настоящего мрамора Собака едет Кошики сзади Ездит такая В ящике в этом Ну а здесь уже начинаются эти Знаменитые Скульптуры Это картины И вот такие статуи Скульптуры Скульптуры Скульптур Скульптуры Продолжение следует...